Мы находимся сейчас в маленьком нашем учебном театре. Это аудитория, в которой я обучаю режиссёров театра. Последний мой фильм, который я снял в 1998 году, это «Отамнам Хоган Далалар» – «Долина моих отцов» на русском языке. Это четырёхчасовой большой фильм о трёх или четырёх поколениях Дехкан, династии крестьян узбекских. И охватывает период 130-летней истории узбекского народа. Это стремление к свободе, обретение чувства собственного достоинства и крестьянской гордости за своё дело. Любовь к земле, к родной стране, к родине. Вот это вот всё у меня здесь запечатлено. И вот 15 лет я не снимал фильмы, потому что у меня было два дорогостроящих проекта. Написали сценарий Мирзову Лугбек. Был очень интересный, сильный сценарий, но не хватило средств. Потом, значит, я опять создал сценарий совместно с писателем Иркином Самандаровым и Махмудом Туйчиевым. Джалалиддин Мангуберды – это о великом воине, который пытался остановить Чингисхана. И этот проект тоже. Там действие происходит в пяти странах. Там надо, видите, сколько надо армии, вооружения, всё это надо было восстановить эпоху. И вот 15 лет я не смог снимать фильмы, заниматься любимым делом. Так получилось, что мне было поручено сделать фильм о Саидахмате, о тех днях, когда он сидел в тюрьме на каторге. Трудные годы, удивительный сценарий мы сделали. Но он не пошёл, так бывает иногда. Вот мне нравится, а кому-то, может, не понравится этот сценарий. И он был остановлен. И мне тогда наш руководитель кинематографии, Джахангир Касымов, мой ученик, он извинился передо мной, говорит, мне так неудобно, что я вас заставил работать впустую. Вот есть вот сценарий здесь, «Ер Тафте» – «Тепло земли». И мне понравился центральный образ девушки, её судьба, её любовь, её отношение к своей династийной, так сказать, дыхканской судьбе, крестьянской. Это как бы продолжение прямо вот «Долины моих отцов». Этот фильм «Дилор, Дилор» – я его назвал по-другому. «Дилор, Дилор, Дилваор». «Дилор», «Дилор» – это «Дилором», это имя героини. Её, так её возлюбленный, так её называют, каждый раз поэтически, так сказать, обыгрывает её имя и говорит «Дилор, Дилор, Дилваор». «Дилор» – это «Душа», а «Ор» – это «Честь», «Честь», «Стыд». Это вот в таком понятии «Орноамус», говорят, «Нравственность» и так далее. И вот через это мы, и главная идея, она протагонист нашего, так сказать, фильма. Протагонист – это герой, который выражает авторскую мысль, авторскую тенденцию. И я нашёл потрясающую актрису Шахло Тимирову. Это такая тонкая актриса, невероятно тонкая. Я восхищаюсь и во время работы, и когда фильм уже сделан. Я думаю, это главное достижение картины. Столько там эмоций, чувств, столько переходов от счастья к несчастью, от упадка духа до полного отчаяния и снова обретения уверенности и надежды. Это одна из первых женщин, которые решили стать фермершей. Какой это был трудный путь, это было необычно, непривычно. Это было новым для нашего уже независимого государства. Кто-то первый пробивает эту дорогу, этот путь для большого, огромного потом движения фермерства, фермерства, которое стало огромным экономическим стимулом для развития экономики страны. Это удивительно интересная тема. Я люблю, когда трудно человеку пробивать дорогу. А когда легко, когда все ему помогают, и всё, так сказать, открыты все двери. Хотя по законам, по указам президента нашей республики, по его реформам, все, казалось бы, должны были нацелены на осуществление этих реформ, но, видимо, с огромным трудом приходится пробивать путь и осуществлять это. И вот нужны вот такие сильные, стойкие люди, целеустремленные, как я сам, вероятно. Вот я думаю, что я делаю фильм о девушке, о женщине, а, конечно, в моей героине это и мои качества, и моя целеустремленность. Здесь у меня играют не профессионалы, у меня играет борец, один чемпион мира, а создаёт образ крестьянина. Вот этого актёра я снимал вот в этом фильме «Долина моих отцов». Он играл в «Дехконку» на этом, уже в советское время крестьянина играл. И играет у меня ещё один спортсмен, тот отрицательную роль играет. Вот два спортсмена, два сильных человека, сильных и духом, и физически мощные люди. Я вообще думаю, что раз на экране есть такая удивительно тонкая и такая нежная девушка, женщина с такими нежными, тонкими чувствами, должны быть рядом, как какие-то столпы, должны быть как мужчины в полном смысле слова, и красивые, и сильные, и мощные, духом и телом, так сказать. И вот и в отрицательном, в отрицательном образе он тоже, уж это такое явление зла, понимаешь, символ зла, символ такого, такой страсти, очень чёрной страсти. Годеляну Иванову нужно было обязательно засадить людей здесь, наказать. И 45 тысяч невинных людей было допрошено и сидели в тюрьмах вот в те дни. Детей их, родственников, отцов, дедов, всех таскали, чтобы они признались, куда они спрятали свои нажитые богатства от хлопковых приписок и так далее. И Шараф Рашидов тоже умер от этих вот проверок, от этой очень жестокой расправы с народом. И вот об этом картина, и вот мой герой как раз, вот этот вот Турды, и именно тот человек, который занимался приписками, он написал на него. Этого было достаточно, чтобы уже кто-то был, так сказать, найден и наказан и так далее. Это всё докладывалось. Вот столько-то людей было наказано, нашли, кто припиской занимался и так далее. Вот человек, необычайно характер, честный, справедливый, вот такой, с огромной верой в жизнь, любящий своих детей. Необычайно трудная у него была судьба, он ни за что его посадили, и он был на каторге, его лишили памяти, его лишили родного языка, его разбили ему голову, череп, и он не узнаёт своих детей и так далее. Это удивительно интересный сюжет получился у меня, очень трогательный. И вот снова обретение родины, земли своей и так далее, такой у меня очень оптимистический конец. И потом, картина должна учить стойкости духа, понимаете? Ну, провести надо героев через отчаяние, в этом я абсолютно убеждён. Если он прям с первых кадров у вас стойкий, герои, герои и так далее, и так далее, никто не поверит, и нет цены этому героизму. Но когда человек сам через всё проходит и не выдерживает натиска, слишком уж для природы одной человеческой индивидуальности, настолько это мощная сила зла, настолько его подавляет, и вот он должен сдаться и кончиться, и всё-таки до последнего, где-то он находит на последних каплях, так сказать, надежду он выводит с себя в свете. До вести, до кресчендо, и в музыке тоже, если нет этой кульминации высочайшей, предел отчаяния, и потом поворот гармонии, вот тогда это действительно через катарсис проходит мой зритель. И это, вообще искусство – это школа, это наука, это школа. Человек, зритель всегда себя ощущает этим героем, которого вы показываете, если заразительно, если интересно показываете, он хочет быть этим человеком, а потом сопоставляет свою судьбу с судьбой этого человека, и этот ваш фильм становится уроком. Он проживает, увидит сотни замечательных фильмов, и это сотни жизней он прожил на своём жизненном коротком опыте. Мой сын, со мной же сын мой снимал, Назим Аббасов. Без его поддержки я бы никогда не смог осуществить этот замысел. Человек необычайно ироничный, очень острый на язык, очень беспощадный в своей критике человек, высокообразованный, он художник, он учился в Авгике, поэтому он как художник, он отбирал всю натуру, он нашёл эти удивительные интерьеры. Мне уже 84 года, я не мог по горам там лазить и искать эти места, это надо было найти на каждой, чтобы создать ту атмосферу этого кишлака, это сельская местность, где были и очень богатые люди жили, и бедные живут, это расслоение общества. И он как художник нашёл эту технику, аппаратуру, вот эту взлетающую, камера взмывает вверх и сверху, обозревает всю эту долину удивительную. В течение месяца мы сняли такую картину, она не вместилась вообще в метраж, тот данный метраж, у нас на 2,5-3 часа материала было снято. И вот нам пришлось фильм сделать 2 часа 5 минут. Ну, хотелось полнее рассказать о судьбе этих людей, полнее раскрыть все персонажи, движения. Когда есть замысел интересный, когда есть зажигательная тема, когда ты чувствуешь, что ты хочешь создать интересный фильм, есть возможность создать такую работу. Когда актёры подобрались хорошие. Композитор великолепный у меня, Янов Яновский, Дима, потрясающий композитор, он так одел картину, мы с ним такое единодушие обрели. И Назым с ним фильм Филлини с ним делал, великолепный он тогда музыку написал. И мы снимали на хлопковых полях, мы снимали на полях, где действительно фермеры работали. И они рассказывали мне, фермеры, как было трудно женщинам, первым женщинам стать фермерами. Сейчас их много. Сейчас много уже предпринимателей, женщин у нас. Они, так сказать, уже двигают нашу жизнь, кормят нас, дай Бог. И мне думается, что 84 года, оказывается, это ничто для творческого человека. Я был полон энтузиазма. Это я с такой жаждой. Я, наконец, понял, что режиссура, кинорежиссура, это самая великая профессия на свете. Я чувствовал себя и Богом, и пророком. Когда работаешь увлеченно, творишь, ты уподобляешься творцу. Вот это вот я ощутил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова